Я не могу есть мясо. Оно ходило, смотрело, любило, в конце концов. Я вон тоже любила. А все, кого я любила, меня бросают. Вот и ты, Павла, меня бросила. Известная, народная, так не любившая свою же фразу «Муля, не нервируй меня», великая Фаина Раневская сомневалась в своем таланте и страдала от отсутствия большой роли. Пьесу о нескольких днях жизни актрисы придумали Стелла Самоходова и писательница Софья Лежнева. Благовещенск стал первым гастрольным городом этой постановки. Замечательный спектакль. Приятно видеть в зале молодые лица, что молодежь интересуется искусством. Нам очень нравится. Та актриса, которая играет Фаину Раневскую, просто супер. Очень талантливая. И даже хотелось заплакать в какие-то моменты. Легко узнаваемо. И настолько близка и по характеру, и даже по голосу, и по интонации. Просто диву даешься, насколько человек живет на сцене. Как, собственно, это делала Фаина Георгиевна в своей жизни. Стопроцентное попадание в роль, так пишут критики, об игре актрисы театра современник Светланы Каркошко. Когда-то, будучи начинающей артисткой, она застала Фаину Раневскую в театре Моссовета в спектакле «Дальше тишина». Но тогда их судьбы не переплелись. Теперь, спустя 30 лет после ухода, Раневская стала для актрисы не просто очень близкой. Она помогает ей жить. Потому что, вы, наверное, почувствовали, что я и громадный кусок своей жизни здесь проживаю. Наверное, это то, что... Наверное, так бы зрители не приняли, если бы я... Ну, я к Фаине Георгиевне добавляю еще и кусочек своей судьбы неудовлетворенный. И, наверное, это дает какой-то такой вот накал. Театр – это кладбище несыгранных ролей, любила повторять Раневская. Ее судьба – судьба многих актеров, профессиональные мечты которых не сбылись. Даже обласканная славой, великая любовь Орлова, с которой Раневская дружила, говорит о том, что актерская судьба – это не глянцевая картинка, какой она кажется многим зрителям. Создатели спектакля хотели сохранить для зрителя образ этой уникальной женщины и удивительной актрисы. Но не приглаженной, а правдивой. Поэтому в тексте так много цитат Фаины Георгиевны с ее острым словцом. Но преданных поклонников ее творчества это ничуть не шокирует. Они хотят видеть актрису настоящей. И в финале спектакля зрители кричали «Браво!» и аплодировали не только тем, кто играл, но и самой великой Раневской. Наталья Овсичук, Степан Юдинцев, Альфа-Новости.